Современный спорткомплекс появится в Похвестнево. Глава региона накануне открыла памятный знак на месте будущего ФОКа. Он будет расположен в центре города, рядом с рекой Большой Кенель. Здесь в том числе планируют сделать благоустроенную набережную. Уже преобразился детский сад. Из барака он переехал в настоящий замок. Подробности далее. Шестилетняя Ранья не волнуется, концерту готова, стихи выучила. В ожидании начала праздника дети собирают конструктор. Девочка была как и в старом здании сада, так и в новом. Говорит, что здесь ей нравится больше. Просторные комнаты, новая мебель и игрушки. Рисуем, лепим, занимаемся. Просторы больше? Сейчас это современное двухэтажное здание с утепленным фасадом, декоративной отделкой и фигурной кровлей. На лице детского садика вот был барак, а теперь такая красавица. Сказочный замок. Это вот у нас было, вот стало. Настоящий замок. Здесь размещаются четыре группы. Есть физкультурно-музыкальный зал, пищеблок с современным технологическим оборудованием. Губернатору спешит сказать огромное спасибо от взрослых всех и от ребят благодарность передать за новый детский сад. И за горами новый спорткомплекс. Он появится в центре города, рядом с рекой Большой Кенель. Здесь в том числе планируют сделать благоустроенную набережную. Дворец будет включать в себя два бассейна, детский и взрослый и универсальный зал. Мы хотим заниматься плаванием, спортом. У нас город весь будет ходить заниматься в спорткомплексе. Нам, кадетам, всем нужен спорткомплекс, так как мы ездим в Кенель-Черкасс и теперь у нас вот прямо через дорогу будет, можно сказать, спорткомплекс. Будем ходить заниматься. Мирославна с пяти лет занимается акробатикой, хореографией, цирковым искусством. Девочка мечтает стать известной спортсменкой, но без современной инфраструктуры никуда. Очень нужен, чтобы заниматься спортом, продолжать, чтобы мы были спортсменами, чтобы о нас говорили в новостях, в газетах писали почаще. Будет здесь и тренажерка, зал для занятий боксом. Универсальный зал подойдет для всех игровых видов спорта. Более 50% практически видов, соревновательных видов, в том числе на Олимпийских играх, это все, что связано с залами. Поэтому я хотел бы всем вам пожелать в итоге максимально успешно использовать те условия, которые будут здесь созданы. Стройка уже начнется в этом году и все нормально будет складываться. Мы ее где-то за полтора года должны сделать, и будет у вас хороший очень подарок, очень хорошее условие. Также глава региона дал поручение проектировщикам рассмотреть возможность размещения рядом Ледового дворца. Это предложение местные жители встретили овациями. Напомню, за последние 4 года в регионе построили немало крупных спортсооружений. В их числе 3 тройки, 21 фок, 11 бассейнов, 12 ледовых дворцов, 13 стадионов и более 250 универсальных площадок с искусственным покрытием. Ольга Павловская, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии, Похвестнево.